Всем привет! Итак, сегодня мы продолжим пополнять рубрику Классическое наследие И еще одна партия из староиндийской защиты Партия между двумя очень сильными шахматистами Сыграна в 60-м году Белыми играл Николай Крогеус Известный спортивный психолог Известный шахматный функционер Потом Черный Мид Леонид Штейн Преждевременно ушедший из жизни Шахматист великолепного атакующего стиля Итак, после КС-3, Слон-Ж7, Е4 Блокировка Слон-Е2, Д6, Слон-Е3, Е5 Получилась система Петросяна И чтобы белые не сыграли Слон-Ж5 Такой любимый ход Сеграна Вартановича не сделали Было сыграно А6 Х6, рокировка, конь Х7 Теперь В этой позиции белые сыграли конь Е1 Ход вполне логичный, разумный Тигран Вартанович считал, что очень сильный ход есть Ж3 Но его идея в том, что Если черные будут теперь настаивать На продвижении Ф7, Ф5 То после коня Х4, Ферзь Е8 Ну или Ферзь Ф6 Не имеет значения, белые меняются на Ф5 Играют Ф4 И у черных образуется объект для атаки Пешка Ф7 Забивается черный слон На С8 Если черные продвинут пешку дальше То есть исчезнет пешка Е5 То у белых появится Отличное поле на Д4 На Е3 В общем Перевес белых, в общем-то, не оспорим Пожалуй, что так оно и есть Единственное, что В ответ на Ж3 Черные не обязаны играть Ф5 Все-таки Ход Ж3 ослабляет белые поля И на мой взгляд Здесь Игра Ну типа Конь Ф6 Или А5 Должна позволить черным Ну При случае найти возможности для контр-игры Крогиус сыграл Конь Е1 Конь Д7 То есть он играет очень разумно Конь Д3 В этих позициях, конечно, Конь Д7 Должен стоять где-то на Е7 Для того, чтобы атаки получились Очень эффективными Ф5, Ф4, Ж5, Х5, Ж4 И один Конь идет на Ж5 А второй на Х4 Конь на Д7 расположен не очень хорошо После Ф5, Ф3, Ф4 Черные Конечно, обозначили Свои намерения Атаковать короля Но пока что у них Есть проблемки с тем, чтобы Королю подошли фигуры Белые достаточно Просто и Энергично играют Б4 С5 Хотят поставить Пешку на С6 И захватить Пункт Д5 Партия, конечно Вот то, что происходит Дальше в партии Впечатляет После С6 Белые Провели Свою основную идею Хотят Использовать Вот эту Открывшуюся Диагональ А2 Ж8 То есть где-то Вывести слона на С4 Коня через Б4 Привести На Д5 Поэтому ближайшие Ходы черных Вынуждены Хотя находятся С большим трудом И в частности Вот в этой позиции То железо С которым я Разбирал Считает Что черные Играя H5 Или G5 Получают Неплохую Контрыгру Несмотря на то Что белый конь Может оказаться На Д5 Но в этой позиции Произошел Такой Мы сейчас Увидим Такой полет Фантазии Который Впечатляет И конечно же Прибавляет Поклонников Такому сложному Дебюту Как Строиндийская Защита Так последовало Д5 То есть черные Оживляют Своего Слона Как вы помните Вот в ролике Где я рассказывал Про партию Таль Фишер Там черные Его поменяли В данной партии Чернопольный слон Будет играть Очень серьезную роль Д5 Коль бьет Д5 Дальше Ходы Выглядят Логичными И очевидными И черные Собираются Поставить Вот такой Незатейливый мат Коль G3 Шах HG ФG И ферзь H5 То есть ферзь H4 Ну вроде бы Ферзь Е1 Этому Корни препятствуют Тем не менее Следует Конь G3 Ферзь G5 Посчитать Такую комбинацию Невозможно То есть Конечно же Сыграла Огромную роль Интуиция Ну и Не только Интуиция То есть Объективная оценка Этой позиции Скорее всего Перевес у белых Причем Большой И компьютер Наверняка Отобьет Атаку Черных Но Разбираться В таких позициях За доской И Классические Шахматы Непросто И Тем более Блиц Или быстрая Допустим До поры до времени Крогиус Играют Очень здорово G4 Ход Обязательный Он его Находит Ход G3 Тоже Обязательный Он его Тоже Находит Кроль G2 Здесь Сразу Несколько Компьютеров Соглашаются С тем Что У белых Выигранная Позиция Несколько Компьютерных Программ Но Черные Потихонечку Подтягивают Свои фигуры И Вот В этот момент Также Абсолютно Все компьютеры Сходятся На том Что Обязательно Надо было Захватить Линию H Совершенно Не очевидно В свете Того Что Обе Черные Лаги Работают По линии F Подвисает Пешкой На F3 В общем Мнение Компьютера Мы Конечно Ценим Но Обосновать Правильность Этого Мнения Человеку Достаточно Непросто Прогеус Делает Человеческий Ход Слон D2 Заканчивает Развитие И После G И Здесь Черные Могли Сыграть G F Слон G F3 Слон G4 И снова Целых Три Программы Сходятся Во мнении Что у Черных Здесь Полнейший Порядок Отличные Шансы Перехватить Не просто Перехватить Они пожертвовали Фигуру Отличные Шансы Создать Матовую Атап Белый Король Ослаблен И у Черных Все Фигуры Здорово Работают На Королевском Фланге Но Штейн Избрал Другое Продолжение Он захотел Подключить Пешки То есть Тоже Такое Чисто Человеческое Решение Посчитать Очень далеко Здесь Невозможно После Ладья Х1 Ферзь Д7 Жф Еф Следуют Логичные Очень Логичные Ходы И Черные Пешки Отправились Вперед Решение Крогиуса Великолепно Он ходит Е5 Но После Ферзь Бьет Е5 Происходит Сбой Программы Черные Должны были Вместо Ферзь Бьет Е5 Бить На Ф3 Играть Ж4 То есть Пешки Пошли Вперед И снова Компенсация Выглядит Весьма Нешуточной Пешка На Е5 Подвисает Конь Со Ш7 Уведен Из-под Боя Черный Слон Опасен Белый Король Прикрыть Только Черными Пешками От которых Они Готовы При случае Избавиться Где-то Ф2 Ф1 То есть То что Штейн На это Не пошел Он сыграл Ферзь Бьет Е5 И здесь Крогеус Грубо Ошибся Вместо Выигрывающего По мнению Компьютера Хода Слон D3 Он сделал Другой Ход Мы Конечно Партию Просмотрим Но для того Чтобы понять Что вот Эта позиция Выиграна У белых Конечно Надо быть Компом Компом Который Совершенно Не ошибается И я бы Например Что в Близ Что в Быстрое Что в Классику Предпочел Эти позиции Наверное Играть Черными Очень У белых Черные Отыграли Фигуру Слоны Стреляют На G4 Висит Белый Король Ивеншпиле Может Получить Мат Последовало Ну Обязательным Был Ход Слон Е1 Белые Должны Были Защитить Коняна Д5 Прикрыть Поле Ф2 Может Быть Поставить Коняна Е4 Но Шансы На победу У черных Здесь Выглядят Достаточно Весомыми Очень уж Мощные Динамиковые Позиции Прослеживается Это именно то За что Любят Староиндийскую Защиту Крогиус Допустил Решающую Ошибку И Леонид Штейн Был без Жалости Слон Бер Ж4 Коня Е4 Напали На слона С5 Но Белые Пожертвовали Качество В надежде Что слабость Пешки С7 Пешка С7 Скорее всего Потеряется В общем У них Появится Какая-то Контрыгра За счет Пешки С6 Конь Выглядят Такими Полными Прыти Но После Ладья Ф2 Они попали Под матовую Атаку Защиты Уже Нет Конь Идет На Ж3 Или На Ф2 В данном Случае На Ф2 И После Ладья Е2 Угрожает Ладья Е1 Мат Белые Должны Избавляться От своих Лошадей Конь В шаг И так далее Потом Вторую Лошадь Вести Но Тем не менее Мата Не получат Причем Достаточно Скоро Вот Такой Шедевр Со стороны Черных И вот Такого Типа Атак В Староиндийской Защите В варианте Петросяна Огромное Количество Не только В варианте Петросяна Конечно Мне например Очень понравилась Фраза Эрнеста Инаркиева Сказанная Им по-моему В 2003 Году Что Как бы Плохо Позиционно Черные Не стояли Как бы Здорово Их Не прижал Противник У них Всегда Будет Шанс Староиндийской Защите На последнюю Атаку Во время Которой Белым Придется Найти Целую Серию Единственных И иногда Неочевидных Ходов То есть Конечно Вот эта Партия Яркое Подтверждение Мысли Эрнеста Инаркиева Спасибо За внимание Ставьте Лайки Дизлайки Подписывайтесь Спасибо за субтитры